Код неисправности OBD2 Техническое описание – нарушение связи с датчиком удерживающей системы H Что это означает? Это общий диагностический код неисправности системы связи, который применяется к большинству марок и моделей автомобилей OBD2 Этот код означает, что датчик удерживающий системы H, RSSH и другие модули управления на автомобиле не связываются друг с другом Схема, наиболее часто используемая для связи, известна как связь по шине сети контролеров или, проще говоря, шина SIN Без этой шины SIN модули управления не могут обмениваться информацией, и ваш диагностический прибор может не получить информацию от автомобиля В зависимости от того, какая цепь затронута, датчик удерживающий системы H обычно расположен за приборной панелью Обычно в центре автомобиля, он принимает входные данные от различных датчиков, некоторые из которых подключены напрямую к нему, а большинство передаются по системе связи по шине Самыми важными входами этих датчиков являются датчики столкновения или столкновения Эти входные данные позволяют модулю определить, когда произошло столкновение или автомобиль просто быстро замедляется Разница между ними заключается в том, что RSM может не предпринимать никаких действий, может активировать преднатяжители ремней безопасности или активировать преднатяжители и пассивные удерживающие устройства Подушки безопасности, действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа системы связи, количество проводов и цветов проводов в системе связи Степень серьезности кода и симптомы Степень серьезности в этом случае всегда является серьезной из-за проблем безопасности, возникающих в нефункциональной системе управления удерживающим устройством Безопасность, это забота любого, когда вы обслуживаете эти системы, потому что они могут продолжать работать, даже если горят сигнальные лампы, всегда относитесь к этим системам так, как будто они могут работать в любое время Симптомы кода U0177 могут включать, горит или мигает индикатор подушки безопасности Обычно причины для установки этого кода следующие, обрыв на шине SIN Плюс обрыв на шине SIN Замыкание на питание в любой из цепей SIN Шины короткое замыкание на массу в любой из цепей SIN Шины отсутствие питания или заземления на модуль RSS Редко, неисправный модуль управления, процедуры диагностики и ремонта Хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания TSB для вашего конкретного автомобиля, ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем, и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики Во-первых, обратите внимание, есть ли другие диагностические коды неисправностей Если какие-либо из них связаны со связью по шине или аккумулятором, зажиганием, сначала диагностируйте их Как известно, что неправильный диагноз возникает, если вы диагностируете код U0177 до того, как какой-либо из основных кодов будет тщательно диагностирован и отклонен Если ваш диагностический прибор может получить доступ к кодам неисправностей, и единственный код, который вы получаете от других модулей, это U0177 Попробуйте получить доступ к датчику удерживающей системы H, RSSH, если вы можете получить доступ к кодам из RSSH, то код U0177 либо прерывистый, либо код памяти, если не удается получить доступ к RSSH, значит, код U0177, установленный другими модулями, активен, и проблема уже существует Наиболее частая неисправность, это неисправность цепи, которая вызывает потерю питания или заземления датчика удерживающей системы H, проверьте все предохранители, питающие модуль RSSH на этом автомобиле Проверьте все основания для RSSH, найдите на автомобиле точки крепления заземления и убедитесь, что эти соединения чистые и надежные, если необходимо, снимите их Возьмите небольшую щетку с проволочной щетиной и раствор пищевой соды, воды и очистите каждый из них, как разъем, так и место его соединения, если какой-либо ремонт был произведен Удалите диагностические коды неисправности из памяти и посмотрите, возвращается ли код U0177, или вы можете связаться с модулем RSSH Если код не возвращается или связь восстанавливается, скорее всего, проблема связана с предохранителями, соединениями, период отсоединением разъемов на RSSH Убедитесь, что система выключается в результате процедур производителя Если нет, возможно повреждение автомобиля или физические повреждения из-за непреднамеренного развертывания подушки безопасности Также, подушки безопасности отсоединяются во время следующих испытаний в качестве заключительной меры безопасности Если код возвращается, найдите коммуникационные соединения SIN-шины на вашем автомобиле Наиболее важен разъем RSSH, который обычно находится за приборной панелью Перед отсоединением разъема от модуля RSSH отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи После обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку Ищите царапины, потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик Разъедините разъемы и внимательно осмотрите клеммы Металлические детали внутри разъемов Посмотрите, выглядят ли они обгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию При необходимости очистки клемм используйте очиститель электрических контактов и щетку с пластиковой щетиной Дайте высохнуть и нанесите электротехническую смазку на контактные площадки Перед подключением разъемов обратно к RSSH Выполните эти несколько проверок напряжения Вам потребуется доступ к цифровому вольтметру, двум Убедитесь, что на RSSH есть питание и заземление Получите доступ к электрической схеме и определите, где основные мощности и заземление входят в RSSH Подсоедините аккумулятор, прежде чем продолжить При этом RSSH все еще отключен Подключите красный провод вашего вольтметра к каждому источнику питания B+, напряжение батареи, входящему в разъем RSSH А черный провод вашего вольтметра к хорошему заземлению Если не уверены, отрицательный полюс батареи всегда работает Вы должны увидеть значение напряжения батареи, убедитесь, что у вас есть веские основания Подключите красный провод вольтметра к плюсу батареи B+, а черный провод, к каждой цепи заземления Еще раз вы должны увидеть напряжение батареи при каждом подключении Если нет, устраните неисправность цепи питания или заземления Прежде чем продолжить, проверьте схему подключения и убедитесь, что у вас есть одна или обе разные цепи связи на модуле RSM Выполните проверки, относящиеся к цепям вашего автомобиля Затем проверьте две цепи связи Найдите SCNC+, или HSSCN+, цепь и SCNC, или HSSCN-цепь, подключив черный провод вольтметра к надежному заземлению Подключите красный провод к SCNC+, при включенном ключе и выключенном двигателе вы должны увидеть около 2,6 В с небольшими колебаниями Затем подключите красный провод вольтметра к цепи SCNC, вы должны увидеть примерно 2,4 В с небольшими колебаниями Другие производители показывают SCNC примерно на 0,5 В и колеблющуюся клавишу при выключенном двигателе Ознакомьтесь со спецификациями вашего производителя, затем проверьте две другие цепи связи Найдите SCNB+, или MSSCN+, цепь и SCNB, или MSSCN-цепь, подключив черный провод вольтметра к надежному заземлению Подключите красный провод к SCNB+, при включенном ключе и выключенном двигателе вы должны увидеть напряжение около 0,5 В с небольшими колебаниями Затем подключите красный провод вольтметра к цепи SCNB вы должны увидеть примерно 4,4 В с небольшими колебаниями Если все тесты пройдены и связь по-прежнему невозможна, или вы не смогли сбросить код неисправности U0177 Единственное, что можно сделать, это обратиться за помощью к обученному автомобильному диагносту Поскольку это будет указывать на сбой RSSH, большинство этих RSSH необходимо запрограммировать или откалибровать для правильной установки на автомобиле